Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таковы данные Всероссийского Центра Общественного Мнения. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня в программе вы увидите. Рекомендовано наблюдательным советом. Какая процедура пройдет для избрания ректора КФУ? Основной темой нашей части визита была связана с открытием филиала. Договоренности достигнуты. Что принесла Казанскому университету поездка в Узбекистан? Самый плохой случай – это распашка и возвращение в интенсивное земледелие. Пахать или оставить? Какие проблемы может принести обработка почвы? Создан сайт специальныйкарьер.кпфу.ру Вакансии открыты. Как студенты университета ищут работу? Наблюдательный совет Казанского федерального университета рассмотрел кандидатуру на должность ректора ВУЗа и рекомендовала его для дальнейшего рассмотрения правительством России. Это кандидатура сенатора Ленара Сафина. В четверг прошло заседание наблюдательного совета КФУ, которое возглавляет президент Татарстана Рустам Мениханов. Открывая заседание, он предложил утвердить повестку дня. Основной вопрос – рассмотрение кандидатуры на должность ректора. Напомним, ректор назначается правительством России из кандидатуры, рекомендованных наблюдательным советом университета и прошедших аттестацию. Члены наблюдательного совета рекомендовали на должность ректора КФУ Ленара Сафина. Сейчас он является первым заместителем председателя комитета по экономической политике Совета Федерации. А до этого 10 лет возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Казанскому университету он посвятил 13 лет профессиональной жизни в период с середины 90-х и до 2008 года. Он работал старшим преподавателем и доцентом юридического факультета КГУ. Представители Казанского федерального университета приняли участие в деловой программе официального визита Татарстана в Республику Узбекистан. В делегацию, которую возглавил президент Татарстана Рустам Миниханов, вошли исполняющие обязанности ректоры КФУ Дмитрий Таюрский, проректоры Тимирхан Алишев и Андрей Киасов, а также директор Института управления экономики и финансов Наиля Багауддинова. Программа двухдневного визита оказалась насыщенной. Представители вуза встретились с руководством ряда министерств и ведомств Узбекистана. В частности, обсужден вопрос открытия филиала КФУ в Джизаке. Филиал планируется открыть 1 сентября. Первый замминистра высшего и среднего специального образования Узбекистана Камил Джон Каримов сообщил, что со стороны их республики будет оказана всесторонняя поддержка в развитии филиала, в том числе в части формирования образовательных программ, финансирования, капитального ремонта зданий, оснащения и прочего. В филиале начнут готовить кадры в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем, менеджмента, лингвистики, формации. Также здесь будут разрабатываться проекты фундаментальных и инновационных исследований. Наша поездка была связана со встречей с рядом министерств, это министерство высшего образования, а также инспекции, которые являются аналогом нашего Рособорнадзора и осуществляют лицензирование образовательной деятельности. Они определяют наличие, достаточность учебно-лабораторного оборудования, определяют то, что все условия, которые создали учебной процесс, они подходят для этого. Варианты дальнейшего сотрудничества по научно-исследовательским проектам, а также в области организации стажировок работников вузов Узбекистана на базе Казанского университета обсудили на встрече с министром инновационного развития Узбекистана Ибрахимом Абдурахмановым. Также КФУ и Центр геномики Академии наук Узбекистана подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение подразумевает двустороннее сотрудничество в научно-технической и образовательной сферах. Кроме того, Дмитрий Таюрский участвовал в заседании круглого стола по межрегиональному сотрудничеству Татарстана и Узбекистана. Представители нашего вуза приняли участие в церемонии открытия химико-индустриального технопарка «Чирчик». Он создан решением президента Узбекистана Шавката Мирзюеева и президента Татарстана Рустама Миниханова. Технопарк предназначен для размещения производств российских компаний на территории соседнего государства. Резидентам парка предоставят льготные налоговые условия, окажут поддержку в реализации инвестпроектов. Как добиться уменьшения выбросов углекислого газа? Этот вопрос занимает умы мирового научного сообщества. Тема парникового эффекта глобальная. Ее рассматривают и экологи, и химики, и геологи. С этим связано и создание 16-ти карбоновых полигонов России. Углерод может появиться из сожженного газа, нефтя, а бывает и биологического происхождения. Из леса, растений или продуктов животноводства. Ученые Института экологии и природопользования сейчас работают над масштабным проектом. Один из его вопросов – выяснить, как возрастут выбросы СО2 при распашке залежных земель. Тех, что не обрабатывались долгие годы. Таковых в России немало. Их площадь от 20 до 40 миллионов гектаров. Их активная распашка может привести к скачку в атмосферу углекислого газа, который копился в залежах 20, а то и 30 лет. Исследования, проводимые учеными, кафедра почвоведения и общей экологии, позволят оценить влияние этого процесса на изменение климата Земли. Проект получил поддержку Российского научного фонда. Как и где пройдут исследования и продолжением, чего станет проект, узнала Эльвина Минабуддинова. Это элементарные участки отбора проб. На них отбираются смешанные образцы. Карты на мониторе, результат приборных методов, исследования ученых Института экологии, природопользования, прогноз масштабов эмиссии углекислого газа при смене землепользования залежных почв. Так называется проект, благодаря которому ученые получили поддержку Российского научного фонда. Грант в размере 3 миллионов рублей рассчитан на два года. В 2020 году вышло постановление правительства России. Его основное направление – уменьшение содержания углекислого газа. Это основной парниковый газ. Он способствует глобальным изменениям климата в атмосфере. В прошлом году было повторно принято еще одно постановление. До 2030 года необходимо вернуть в сельскохозяйственный оборот порядка 13 миллионов гектаров залежных земель. Накопление залежных почв – это процесс возвращения почвы в исходное состояние. Сейчас основная задача – возвратить залежные земли с сельскохозяйственного оборота и минимизировать возможность эмиссии углекислого газа. Используя математические алгоритмы, мы получаем детальный кат. Перевод залежной почвы – общемировая проблема. В Китае она связана с загрязнением. Загрязнение тяжелыми металлами, пестицидами приводит к непригодности почвы. Из-за нерентабельности их переводят в залежи. Экономическая причина – нет необходимости держать избыточное количество таких земель. Проблема актуальна не только для Китая, но и для России. На юге Татарстана залежей нет. Они преобладают в северных регионах с низкой плодородностью почвы. Чтобы все-таки при разработке мероприятий по возвращению залежных земель в сельскохозяйственное производство, все-таки, во-первых, чтобы был прогноз, о какой эмиссии углекислого газа это приведет, и, соответственно, уже разрабатывать мероприятие, чтобы минимализировать вот этот негативный потенциальный эффект, который может воздействовать на климат. Исследование, которым занимаются в лаборатории, является продолжением предыдущего гранта. Проект был завершен в 2020 году, посвящен реалистичным оценкам запасов накопления гумуса – основного органического вещества в залежных почвах. Необходимо было определить, сколько в залежах может накапливаться углерода. Исследование выявило – за 20 лет углерода накапливается около 23% от исходного запаса в почве. От 4 до 8. То есть, вот этот накопленный заказ гумуса, фактически его запасы менялись в два раза. И вот просто так прийти, заложить там один-два разреза и дать характеристику, а сколько там накопилось органического углерода – ну невозможно. Поэтому необходимо проведение детальных исследований. И самое главное, чем мы занимаемся – мы занимаемся пространственным описанием вот этой неоднородности. Для описания используются математические методы. Получается непрерывное пространство – анализ того, как изменяется содержание гумуса. Из точек сбора проб предсказывается, что есть между ними, а также значение содержания гумуса. Регрессивный крикинг – это специальный геостатический метод, который используется при анализе содержания гумуса. Накладываются показатели рельефа, отражательная способность поверхности почвы, а также состояние растительности. Однако возможность выбрать метод моделирования разнообразен. Помимо этого используются также методы машинного обучения. Вопрос в том, как возвращать. То есть самый плохой случай – это распашка и возвращение в интенсивное земледелие. То есть с селоборотами, с чистыми парами. Тогда потеряется очень быстро. Ну, опять же, надо спрогнозировать, как быстро. Если мы берем растительный покров, один-два года все от корней, от растительных остатков ничего не остается. Все это минерализуется. А вот гумус потенциально он может сохранять десятилетия, а если хорошо преобразованный гумус, он может сохраняться в почвах даже в течение столетий. Распашка допустима с применением современных сельскохозяйственных технологий. Вред можно минимизировать. Например, если выделить массивы, которые можно возвращать в пахотный оборот. Но, по словам Камили Гениатулина, есть и более мягкие способы использования почвы для сельского хозяйства. Так, в зале же можно перевести выращаемые сенокосы и пастбища. Это дает положительный результат и доход земель. Сегодняшние методы развития компьютерных технологий, информационных технологий позволяют использовать новейшие методы обработки данных и визуализации полученных лабораторных исследований, натурных исследований в виде нового качества цифровых почвных картографий. Кафедра почвоведения Института экологии и природы пользования КФУ занимает третье место в числе ведущих в этом направлении по России. Ученые кафедры занимаются изучением и других актуальных направлений. Одно из них – цифровые технологии в сельском хозяйстве. Крупный проект длится уже семь лет. Исследование залежных земель является дополнением к нему. Использование пространственных данных приводит к тому, что создаются карты, непрерывные в пространстве. Практические исследования планируют провести в летнее время, а именно в ботаническом саду КФУ и в поле около Иннополис. Сейчас проводят натурные эксперименты без использования параметров окружающей среды. В них входит изучение данных рельефа, включение так называемого дистанционного зондирования земной поверхности. Они позволят смоделировать изменения выбросов углекислого газа из определенных территорий. В завершение работы также планируется сравнить факторы окружающей среды и их влияние на изменения в пространстве выбросов углекислого газа. Эльвина Минабудзинова, Андрей Багауддинов. КФУ. Итоги недели. Активнее уделять внимание вопросам трудоустройства выпускников и преподавателей на территории Татарстана. Такую задачу поставили КФУ на недавнем заседании Госсовета. Мы рассказывали об этом в прошлой программе. Выпускники должны находить работу в республике, уверен спикер регионального парламента Фарид Мухамедшин. Отметим, что в Казанском федеральном университете реализуется комплекс мер, направленных на профессиональную ориентацию, карьерную навигацию и организацию занятости обучающихся. Есть много разных форм трудоустройства и помощи в карьере, как и для студентов, так и для выпускников. Какие это меры? О рынке труда в целом и о нынешней ситуации с кадровым обеспечением. На предприятиях мы поговорили с руководителем Центра по организации временной занятости обучающихся КФУ Наилем Бяльшина. Здравствуйте, Наиль. Добрый день. Расскажите о Центре по организации временной занятости. Какие задачи он решает? Кто к вам может обратиться? Во-первых, мы занимаемся карьерным развитием обучающихся и трудоустройством и временной занятостью обучающихся нашего университета. Мы проводим различные мероприятия карьерной направленности, проводим просветительскую работу в сфере карьерных компетенций. Кроме этого, мы аккумулируем у себя вакансии, стажировки, практики, которые студенты нашего университета могут пройти в организациях предприятий не только Республики Татарстан, но и России. Делаем мы это на площадках наших социальных сетей, ВКонтакте, на канале Телеграм. В прошлом году был создан сайт специальный карьер.кпфу.ру, на котором мы агрегируем все вакансии, которые поступают к нам от работодателей. Также делимся последними новостями в сфере развития карьеры, трудоустройства, рынка труда и так далее. Обратиться к нам может любой студент. То есть это такой хедхантер для студентов КФУ? Грубо говоря, да, мы такой локальный хедхантер, локальный агрегатор всех вакансий и транслируем как раз все вот эти вот веяния карьерные и рынка труда. А есть ли примеры, когда студент обратился к вам, получил от вас помощь, в том числе юридическую, может быть психологическую, вы связали его с работодателем и теперь студент, собственно, работает по профессии над тем, на кого он учился? Таких примеров много. Слава богу, наш центр существует и плодотворно работает. Из последних таких помощь, которую мы оказывали, это студентам педагогического направления были вакансии в проект «Умная Казань». То есть туда ребята трудоустраивались и буквально с третьего курса могли реализовывать свои компетенции, свои навыки. Далее к нам обращался Акбарсбанк для поиска студентов с Института экономики и финансов. Они нашли их, трудоустроили через программы стажировки. А на каких специалистов сейчас в основном спрос на рынке и вот соотносится ли желание самих студентов с возможностями, которые предлагают работодатели? Спрос рынка, он меняется и, как мы видим, после пандемии он резко подкачил спрос на IT-специалистов. Он также сохраняется, этот спрос. Сохраняется спрос и на педагогические кадры, то есть на студентов, выпускников, которые заканчивают педагогические направления подготовки. Школы нашего города, районы республики, Россия в целом в дефиците в педагогических кадрах, в том числе и в сфере здравоохранения. То есть есть определенный спрос, и он завышен к выпускникам нашего университета и нашего Института фундаментальной медицины и биологии. Из исследований, которые мы ежегодно проводим по рискам нетрудоустройства студентов, выпускников, мы видим то, что в основном студенты сталкиваются с такой проблемой. Это несоответствие зарплатных ожиданий, из-за этого возникает риск нетрудоустройства. У нас следующая причина нетрудоустройства – это нежелание работодателя трудоустраивать иностранных студентов. Как мы знаем, у нас достаточно крупный контингент иностранных студентов, и многие из них желают остаться в России. Но не все работодатели к этому готовы. И проводя, кстати, свои карьерные мероприятия, выставки, маркеты, мы, работодатели, запрашиваем информацию, готовы ли они брать иностранцев, и распространяем эту информацию среди студентов иностранных граждан. И, соответственно, это завышенная самооценка студента к той или иной специальности. То есть это в основном встречается у менеджеров, экономистов, юристов, когда переоценивают свои возможности и, соответственно, также не находят свою работу на рынке труда. Ну вот сейчас предстоит такой период, когда на рынке будет много высококвалифицированных специалистов, и в такой ситуации насколько трудно будет искать работу тем же студентам, когда у них есть коллеги более старшие и, соответственно, более опытные. Может быть, компетенции у них чуть поменьше, но они это могут компенсировать, опять же, своим опытом. Как в такой ситуации действовать? Эта ситуация уже для нас и для рынка труда не новая. Они сейчас начали говорить довольно обширно, но с этой ситуацией мы сталкиваемся уже с момента пандемии, начала пандемии. И риски, о которых я говорил, не трудоустройство обучающихся, мы просчитываем ежегодно и начинаем это делать весной. Да, действительно, сейчас высвободился на рынок труда огромный перечень специалистов, которые сейчас ищут работу, и они составят конкуренцию нашим выпускникам. Недавно правительство Российской Федерации разработало меру поддержки работодателей. Если они берут к себе на работу молодых специалистов до 35 лет, они обеспечивают работодателей трехкратным ротом как поддержки работодателя. Но здесь есть другая сторона медали, то, что работодатели сейчас будут выбирать между квалифицированным специалистом и деньгами, то есть, которые дает государство за выпускника. Поэтому мы рекомендуем и обращаемся ко всем обучающимся, к студентам, которые сейчас учатся, приобретать опыт и быть такими же конкурентоспособными на выпуске, как и те, которые сейчас высвободятся на рынок труда. Это как, допустим, студент, который планирует в дальнейшем двигаться по научной деятельности, готовит свою научную работу уже с первого курса. Здесь точно так же, те, кто собирается работать, нужно заранее. Но опять же, главное, чтобы это не мешало учебе. Ну и последний вопрос, можно кратко, в кавычках вечный. Куда идти после института? Выходов очень много, дорог очень много перед студентом. Нынешние ситуации, когда поддерживаются любые инициативы, любые возможности, открыты все дороги. Первое – это работать. Но это стандартно. Если ты нашел работу, мы не говорим о том, что нужно найти абы какую работу. Мы говорим, чтобы эта работа была по душе, по специальности, по твоим каким-то знаниям и навыкам. Второе – это можно продолжить обучение в магистратуре, аспирантуре, получить научную квалификацию. Третье – это для мужского населения пойти в армию. То есть подумать, приобрести, может быть, какие-то другие навыки, компетенции, которые помогут в дальнейшем. То есть я знаю, для обучающихся юридических специальностей служба в армии помогает дальше продвигаться в силовых структурах. Ну и это, опять же, что я вижу из расчетов рисков, когда мы это делаем. Многие девушки, когда отмечают то, что они не трудоустраиваются, они пишут то, что мы в декрете. То есть у девушек есть еще один выход. Ну и не самый плохой, я думаю, лучшей демографической ситуации в стране. Мы всегда только за. Большое спасибо за интересную беседу. Все, вам спасибо за приглашение. Какой будет весна и предстоящее лето, узнаете далее в программе. Впереди также немало интересного. Не пропустите. Ребята именно писали о том, почему именно он должен стать участником данной профильной смены. Будущие учителя. Как школьники республики смогли получить дополнительные баллы для поступления в КФУ? Дешевое открытое письмо с оригинальной картинкой всегда вносили приятное разнообразие в жизнь. Открытые письма. Почему почтовая открытка стала популярной в России? Команда студентов-медиков Казанского университета завоевала призовые места в Поволжской олимпиаде по хирургии. При этом они поставили новый рекорд – сразу пять призовых мест в индивидуальном зачете. Полуфинал состоялся в Первском государственном медицинском университете. В состязании участвовали 12 команд из городов Поволжья. Студенты КФУ продемонстрировали знания и умения в 17 конкурсах по хирургии. Условия работы были максимально приближены к реальной операции. Среди испытаний – интубация трахеи, бедренно-подколенное шунтирование, эндоскопия, сердечно-легочная реанимация и другие хирургические навыки. В состав хирургической команды Казанского университета вошли студенты с третьего по шестой курс. Все они проходили обучение в хирургическом кружке. О нем, кстати, мы в одной из программ рассказывали. Какие еще события произошли на неделе в КФУ – об этом в нашем дайджесте. Кадровые перестановки в ректорате КФУ. Директор Института математики и механики имени Лобачевского Екатерина Турилова назначена проректором по образовательной деятельности Казанского федерального университета. Занимавший до этого данную должность, Тимирхан Алишев назначен проректором по международной деятельности. И он сосредоточится на работе с зарубежными филиалами университета и с иностранными студентами. Я гражданин, мои права и обязанности. На эту тему провел урок для учеников Казанского лицея имени Лобачевского председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин. Спикер парламента пообщался с лицеистами, рассказал о том, как принималась Конституция Татарстана. Напомним, она в этом году отмечает свое 30-летие. Также Фарид Мухамедшин посетил музей лицея, осмотрел экспозиции женской Мариинской гимназии, 9-й Казанской спецшколы ВВС и советской средней школы номер 6 имени декабристов. Миссия наша такая. Мы должны подготовить молодых людей к большой, серьезной, основательной жизни после школьной, после вузовской. И они должны быть готовы ко всем вызовам. Техно-ночь. В Казанском федеральном университете состоялась 14-я серия научно-популярного проекта «Про наука». Впервые за два года она прошла в оффлайн-формате. На площадке развернулись интерактивы, например, «Своя игра от айтишников», «Виар-квест от учеников айти-лицея», «Игра инфляция от экономистов». Также в физических аудиториях прошли лекции на темы роботов, изменения текстов, возобновляемой энергетики. Специальным гостем техно-ночья стал Алексей Паевский. Он рассказал гостям об интерфейсах мозг-компьютер. Это достаточно новая технология, новая часть нейротехнологии, когда мы можем, изучая активность мозга человека, позволить человеку напрямую, без мышц, без нервов, управлять различными устройствами или передать какие-то сигналы. Будущие учителя. КФУ и Университет талантов запустили проект педагогической смены для школьников. В течение этой недели для них проходили мастер-классы и занятия по проектной деятельности. По итогам смены состоялась защита проектов учеников. Победители получили дополнительные баллы, которые можно будет использовать при поступлении в Институт филологии и межкультурной коммуникации, а также в Институт психологии КФУ. Отбор проводился в рамках конкурса. Приказом по университету была назначена конкурсная комиссия. И мы отбирали по результатам эссе, в котором ребята именно писали о том, почему именно он должен стать участником данной профильной смены, именно выражая свое личное мнение, почему его персона является наиболее приемлемым принять участие в таком замечательном мероприятии. Российские соцсети сообщают о рекордном росте аудитории. Так, месячная аудитория ВКонтакте в России возросла почти до 75 миллионов. Число визитов на сайт Рутуб увеличилось на 50%. Еженедельно на 30-40% растет число регистраций в Одноклассниках. А средний объем аудитории ЯПИ в марте вырос на 68%. Об этом сообщает федеральная Минцифра. Блокировка мировых социальных сетей открыла простор для российских разработок, уверены эксперты. Это своего рода эпоха ренессанса для отечественных соцсетей и компаний, которые находятся в этой нише. Помимо этого создаются и новые сообщества по интересам. Это интересно не только для пользователей, которые начали мигрировать в российские сети, но и специалистам IT-сферы, диджитал, рекламы и других. Так, холдинг ВК объявил, что готов взять на работу тысячи IT-специалистов. А что заинтересовало моего коллегу Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами, смотрите сами. Вот как раз о десятках тысяч айтишников и хотелось бы поговорить. Наряду с многочисленными темами, вызванными проведением спецоперации России на Украине и безумным давлением на нашу страну со стороны США и их сателлитов, есть и тема, связанная с якобы сильными брожениями в умах российских айтишников по поводу всего происходящего. Мол, они такие креативные и талантливые ребята. Сейчас прямо все такие в раздумьях. Не покинуть ли спешно страну? И это так сильно навредит государству, что даже страшно. Канал «База» так актуализировал эту тему, цитирую. Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках второй, уже второй, представляете, волны миграции айти-специалистов, заявили в Российской ассоциации электронных коммуникаций. Первая волна – 50-70 тысяч человек уже уехали. Сдерживают вторую волну только то, что там дорогие билеты, жилье выросло невозможно, транзакции трудно проводить. Но вторая волна точно будет. По нашему прогнозу, говорят специалисты, от 70 до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники. Вот это все сообщил глава этой компании Сергея Плуготаренко. Ранее глава другой группы, Касперская, рассказала, что из России в конце февраля уехали табуны айти-специалистов, выбрав для временной дислокации в основном ближнее зарубежье. Касперская отметила, что при этом очень многие не увольняются, потому что не разбирая дороги, куда-то помчались. И посидят, посидят, но вернутся. А чтобы остановить утечку государству, нужно проводить пиар-компании, считает Касперская. Весьма концентрированно и не без иронии на эту бурно обсуждаемую тему отреагировал другой телеграм-канал «Рука Кремля». Тоже процитирую. «Оказывается, айтишники – люди с очень тонкой душевной организацией. Чуть что в панику и вбега через границу. Прямо ноги через 33 забора высокозадирающиеся. Об этом нам поведала не кто-нибудь, а Наталья Касперская. Уж кто-кто, она должна разбираться в тонкой душевной организации тех, с кем работает». Рассказала она о том, что много-много-много таких специалистов разбежались по соседним странам в конце февраля-начале марта. Ну, видимо, совпало так. То ли весеннее обострение, то ли луна в Козероге – так на них подействовали. Притом побежали они, главным образом, в ближнее зарубежье. На Дальнее не хватило то ли денег, то ли селенок. Притом, какие это были страны. Украина – вот уж вряд ли. Если уж луна в Козероге, их так пугают, то марс-стрельце и вовсе вызовет неконтролируемые выбросы страха. Белоруссия – тоже маловероятно, поскольку местный тиран злее и опаснее Путина. Но они так считают. Казахстан – ну, так там тоже марс-стрельце был совсем недавно. Значит, куда они навострили лыжи? Либо в Прибалтику, либо в Грузию. А земли те крайне аллергичны к русскому духу. Потому очень не сладко придется там людям с тонкой душевной организацией. Но кроме тонкой душевной организации, эти специалисты обладают также и хитровыделенностью. Поскольку практически никто из них не уволился, не сжигал мосты и готов вернуться на родину, по словам Касперской. Собственно, я это и цитировал. Потому она предлагает понять и простить неразумных. Поскольку они привыкли работать на всем западном, от железа до последнего бита. Потому они очень испугались, что у них отберут компьютеры, программы, придется писать на счетах, а калькуляторы станут выдавать лишь по праздникам. Наталья Касперская предлагает объяснить им, что все это не так. Заманивать ценных специалистов на родину не только рублем, но и грамотной пропагандой. Возникает резонный вопрос. А зачем нам такие перелетные птицы, что готовы сегать через забор при первом же шухере? Чуть расширим картину происходящего вслед за коллегами из телеграм-каналов. Во-первых, страны Европы и прочего зарубежья сейчас наводнены почти тремя миллионами жителей Украины. Часть из которых тоже имеет IT-компетенции. И на что-то там, в странах изгнания, претендует. Долгие годы надежды найти должности возлагают весьма продвинутые выходцы из арабского мира. Многого добившиеся индусы, пакистанцы, иранцы не собирают создавать позиции собственно местные аборигены. Рынок труда в большинстве стран перегрет. Наиболее ценных западные корпорации, израильские и иные долины давно методично от Сосолюжа. Куда сейчас бежать и зачем? Как там жить? Если еще учесть, что многие из тех, из-за кого печется Касперская, привыкли к офисной работе и вечеринкам в модных фудзонах типа Московского депо, между походами в СПА-салоны. От силы 10% могут там прижиться, найти профильную работу и адекватные условия. Именно столько от все той же силы реально конкурентоспособных среди резко взволновавшихся айтишников. Для 90% реально такой лафы, как в московских офисах и салонах, они никогда не найдут. А офисные сопротивленцы в принципе мало кому нужны. Потому вот просто уверен, что больше 10% среди якобы беглецов реально ценных нет. Да, внутренняя конкуренция станет ниже. И регионы без амбиции своими выходцами перекроют дефицит кадров. Если реально цифры будут такие, хотя я сомневаюсь, сейчас настоящие айти-таланты в Москве почти не пробиться. Места были прочно узурпированы вот такими испугавшимися первых же трудностей. А ведь собственные результаты их испугавшихся, результаты работы, вызывают пока больше даже вопросов, чем, скажем, промахи медиа специалистов. Итоги деятельности московской айти-тусовки мы видим и все видят. Они от слова совсем никакие. Пальцев на руках одного человека хватит, чтобы перечислить по-настоящему яркие конкурентные достижения и преимущества, что оставляют нам айтишники эпохи до 24 февраля 2022 года. А значит, в новых реалиях все равно встанет вопрос, что многих надо просто разгонять, привлекать новых, ярких, работоспособных. Под новых, прежде всего, правительство выстраивает огромный пакет преференций. И уж никак не хочет, чтобы они вновь были проедены столичным планктоном. Офисная тусовка Москвы давно требует гиперстряски. Согласен на 100%. Все наши отставания, результат их гениальной в кавычках работы. Беда только в том, что не уедут в реальности они. Еще будет проблема, как и куда их вытурить. Так что, стоит ли столь сильно паниковать? Время покажет. Всего вам доброго. На этой неделе метеорологи отпраздновали свой профессиональный праздник. Почему для них важнее всего погода и каков климат в профессиональном сообществе? Мы сегодня поговорим с доцентом кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимуром Алхадеевым. Здравствуйте, Тимур Инатович. Здравствуйте. Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником. Итак, все же, чем занимаются метеорологи? Спасибо за поздравление. А метеорологи – это не просто специалисты, которые занимаются прогнозом погоды. Это специалисты, занимающиеся изучением всех атмосферных процессов, мониторингом их. И в том числе прогнозом погоды. И прогнозом не только на ближайшее будущее, но и долгосрочным прогнозом даже на ближайшие столетия. В Казанском университете одна из самых сильных и старейших метеорологических школ. Мы уже рассказывали в одной из программ про метеообсерваторию. А как проходит сейчас подготовка специалистов в университете и вообще в республике? В каких сферах в дальнейшем они востребованы? Метеорологов готовят в Казанском федеральном университете действительно очень давно. И наши специалисты отличаются тем, что они идут в ногу со временем. Мы находимся в постоянном контакте с нашими работодателями, со всеми управлениями Росгидромета, с аэропортами, с министерствами, заинтересованными в нас. Мы собираем от них обратную информацию и готовим специалистов, которые удовлетворяли бы их запросам. То есть, чтобы работать в аэропорте, не обязательно быть летчиком или стюардом, я верно понимаю? Именно так. Ведь ни один борт никуда не летит, пока метеоролог не даст на это добро, пока не будет полного понимания о атмосферных процессах по маршруту полета. А насколько прогнозы погоды оправдываются? У меня почему-то в памяти цифра 70%. Верно или нет? Если в среднем. Дело в том, что все зависит от заблаговременности прогноза погоды. Если мы говорим о прогнозе на срок не более трех суток, то оправдываемость более 90%. Если же мы говорим о прогнозах долгосрочных, такие как прогнозы на месяц, на вегетационный период, на ближайшие полгода, то, конечно, там оправдываемость несколько меньше, и она около 60%. Ну и плавно перейдем к предстоящей погоде весной. Есть ли какие-то прогнозы на ближайшие месяцы? Будет ли весна ранней, теплой или наоборот? Действительно, вот этот месяц оказался аномально теплым. Кроме того, ближайший месяц, апрель, прогнозируется с положительной температурной аномалией. Прогнозируется, что температура будет выше климатической нормы примерно на 1 градус. Таким образом, метеорологическое лето может прийти в наши широты несколько раньше. Мы оцениваем это примерно неделю, может быть, декаду. А грозит ли в этом году Татарстану сильное половодие? Прогноз половодия — это вопрос достаточно сложный. В то же время есть некоторые предпосылки, которые позволяют нам судить о его характере. Дело в том, что в этом году действительно много снега. Этот снег при дружном таянии мог бы вызвать действительно такое сильно интенсивное половодие. В то же время, в настоящее время у нас потепление происходит достаточно монотонно, и та влага, которая высвобождается из снега, она вполне благополучно инфильтруется в грунт. Благоприятным условием является то, что начало зимы выдалось таким, что грунт не успел промерзнуть, и он способен принимать влагу. И таким образом этот процесс несколько нивелируется. Попробуем заглянуть еще дальше. Прогнозируется ли жара этим летом? Потому что все мы помним жару 2010 года, да даже в прошлом году, на самом деле, уже была ситуация, когда в некоторых районах республики была объявлена засуха. Действительно, есть прогноз и на лето, и согласно долгосрочному прогнозу на лето, у нас июнь и август прогнозируются в пределах климатической нормы, а июль оценивается как чуть ниже климатической нормы, то есть, казалось бы, холоднее. Однако, это не говорит о том, что весь месяц будет отставать от нормального его хода климатического, то есть, это некая средняя величина, то есть, это лето однозначно не будет лишено стандартной летней погоды, в том числе и жарких дней. А от каких факторов зависит погода? Всегда ли только от географических? Дело в том, что ведущая роль в образовании погоды принадлежит, конечно, циркуляции. Например, сейчас в атмосфере сложилась очень интересная ситуация, когда на юге температура ниже, чем температура на севере. Всему виной мощный антициклон, который закачивает на юг, наоборот, холодную воздушную массу, а на север забрасывает относительно теплую воздушную массу. Таким образом, метеорологи своим мониторингом постоянным и описывают те механизмы, которые происходят в атмосфере, и стараются предупредить о них население. Я узнал, что по статистике более 80% всех тихийных бедствий имеют метеорологическое или гидрологическое происхождение. Почему это происходит? Дело в том, что атмосфера вообще находится в состоянии близком к хаотическому, и предупреждение этих ситуаций, оно чрезвычайно важно. К ним невозможно подготовиться в полной мере, их невозможно предотвратить, к ним возможно лишь попробовать адаптироваться. Как-то из-за последних событий в мире, связанных с пандемией, на второй план отошли вопросы глобального потепления и изменения климата. Какова вообще сейчас ситуация в мире? Глобальное потепление климата никуда не ушло, оно продолжается, климат продолжает теплеть. И какие бы вопросы ни были на политической арене, на любых других аренах, на экономической, нельзя забывать о том, что у нас общая экосистема, у нас общий климат, и мы должны все вместе попытаться повлиять. Большое спасибо, и, конечно же, еще раз вас с праздником. Спасибо. Почтовая открытка. Первыми этот способ отправки использовали в Австро-Венгрии, и к ней вслед за другими странами присоединилась Россия. Карточка под названием «Открытое письмо» была оплачена государственными почтовыми марками. Почтовые открытки до сих пор остаются в обиходе. Нет-нет, да и получаем мы красиво оформленную карточку от друзей и близких из путешествий на знаковые события и всенародные праздники. Благодаря им еще не забыт эпистолярный жанр Амира Ахтямов о тех открытках, которые есть в архивах отдела рукописей и редких книг научной библиотеки КФУ. 25 марта отмечается день рождения почтовой открытки. Невзирая на то, что такая печатная и красочная сувенирная продукция практически вышла из обихода большинства людей, дата отмечается и по сей день. Всемирным днем открытия почтовой открытки правильнее было бы считать дату 1 октября, так как именно 1 октября 1869 года первая корреспондентская карточка, как тогда называлась почтовая открытка, вышла в свет, то есть начала официальное хождение. Отпечатана она была в венской типографии. Особенностью этого отправления было то, что оно не запечатывалось в конверт. Именно открытость содержания препятствовала появлению открытки чуть раньше, когда 30 ноября 1865 года глава почты Северогерманского союза впервые предложил создать подобный вид почтового отправления. Это событие позволяет дате 30 ноября также претендовать на право именоваться днем рождения почтовой открытки. Почтовые карточки всегда пользовались народной любовью, особенно после появления на них красочных иллюстраций. Дешевое открытое письмо с оригинальной картинкой всегда вносили приятное разнообразие в жизнь, в которой еще не было телевидения и интернета. В России изначально правом печатать открытки обладала только почта, а уже с 1894 года такое право получили и частные типографии. Разнообразие вариантов художественного оформления открыток вылилось в один из видов коллекционирования, названной филокартией. По своей популярности он уступает лишь нумизматике. В России почтовая открытка начала свое хождение чуть позже, а именно 25 марта 1872 года. Но эту дату можно смело назвать днем рождения почтовой открытки в России. Одним из занимательных достижений Книги рекордов Гиннесса стал канадец, обладатель наибольшей коллекции почтовых открыток, насчитывающей 205 120 штук. Этот факт не удивляет, так как типы оформления почтовых открыток очень разнообразны. Современные источники указывают на такие виды открыток, как поздравительные, музыкальные, патриотические, художественные и многие другие виды. Разнообразные карточки и открытки хранятся в научной библиотеке КФУ. Например, здесь имеются четыре открытки из фонда преподавателя истории Василия Ивановича Адо. На них изображены различные достопримечательности Казани. Например, памятник Николаю Ивановичу Лобачевскому, дом Кекина и Казанскому императорскому университету. Помимо этого, здесь имеется альбом, выпущенный в Казани в 2015 году. Радует, что в современном мире, где получили широкое распространение электронные способы передачи информации и общения, почтовая открытка сохранилась и продолжает не только радовать тех, кто увлекается филокартией, но и продолжает выполнять свои первоначальные функции. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, КФУ, итоги недели. Иное письмо с наслаждением прочтешь. Фразы из гоголевского ревизора обрастают иными смыслами, когда получаешь весточку на открытке. И это, кстати, еще один повод сходить в театр. 27 марта отмечается Международный день театра. Пусть в вашей жизни остается время и находятся возможности для новых впечатлений и эмоций от прочитанного и увиденного. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok